Дубоссарский район В этом здании топили печь. В кабинете замерзала вода. Не могли раздеться. Ходили по домам, потому что невозможно было раздеться. Было холодно. А здесь спасибо. Отлично. Мне очень понравилось. Уютно, хорошо, компактно. Все изменилось благодаря фонду ковложений. Теперь работа только в радость. Все процедуры, кабинет. Моцину привозят туда. Да, да. Все туда. Призываете людей. ФАП теперь в центре села. Удобно всем. В медпункте появилось и новое оборудование. Спасибо от жителей Койкова, что сделали мобильный такой для нас ФАП. Очень рады. Новое оборудование, кардиограмма будет. В общем, спасибо большое государству, президенту нашему. Если холодно, как на дворе. Иди раздевайся, укол ставь. Как это так? Замерзнет очка и домой без уколов. Здесь уже тепло. И люди придут сюда. И близко здесь. А это село Дубово. Здесь тоже красуется новый модуль. Напротив старый ФАП. Он в аварийном состоянии. На здании трещины. В ремонте нет смысла. В новом здании все необходимое. За помощью обращаются и из соседних новых Гаян. Для людей важно получить помощь на месте. Если в Дубосары ехать, сами знаете, там пока доберешься на маршрутках. Не у всех есть машины, чтобы ехали на машине. Мы сюда быстренько. До Людмилы Георгиевны. И она нам оказывает первую медицинскую помощь. ФАПы, сельские амбулатории, они будут развиваться. Это данное направление. И сетью покрывать сельские территории нашего государства. Это очень важно. Чтобы люди, во-первых, трудились в надлежащих условиях, медработники. Ну и второе, естественно, чтобы сельские жители получали достойную помощь. Вадим Красносельский пообщался с жителями села. Так в Дубово жаловались, что у водопроводной воды неприятный запах. Сюда недавно провели воду. Президент поручил разобраться. Если мы пробули скважину, она должна работать. Функционально обеспечивать, естественно, хорошей водой и жителей. На обновление сельского освещения 700 тысяч рублей. В Койково обновили 2,5 километра линий электропередач. Установили трансформаторную подстанцию. Говорили и о ремонте дорог. Сделали почти 4 километра. Теперь надо обновить тротуары.